Добрались до чудесного места. Максим, что ты можешь рассказать про это место? Начнем с того, что мы находимся в регионе Мерсин и в одном из древнейших городов, городов не просто древнейших, а известнейших в свое время мегаполисов древнего мира, Тарс. Тарс известен по бесконечному количеству имен, которые многие из этих имен каждый из вас слышал. Вы слышали Цицерона, который 10 лет, того римского оратора, который 10 лет правил и управлял Киликией. Вы слышали, наверное, имя Семирамиды, той самой царицы, мы еще будем говорить, мифической царицы, которая владела чудесами света и ее мужа Навоха Доносора. Мы будем говорить и о них сегодня, потому что Ассирийская держава и храм Данукташ, а мы называем это по форме, это называется храмом, на самом деле это огромнейший залитый из искусственных и натуральных материалов фундамент какого-то древнейшего сооружения. Разбег идет 3200, 2800, 2600 лет назад было создано и якобы создано мифическим царем Сарденопалом. Об этом мы тоже еще в перспективе поговорим. Ну и, конечно, Тарс связан с именем Павла, у которого сегодня у нас день рождения, и мы не случайно в этом городе, в день рождения Павла, потому что в этом городе, на этой земле, родился некто Савл, который в Новом Завете, в Библии именуется апостолом Павлом. Это город действительно еще и апостола Павла. Поэтому приглашаем вас на множество, потому что Тарс – древнейшее место, в котором сохранились невероятные объекты, как, например, могила ветхозаветного пророка Даниила или колодец апостола Павла, где считается, что, по поверью, апостол Павел именно совершал некоторые обряды, в том числе и брал оттуда воду для обряда крещения. Ну, много что еще впереди у нас. Сегодня закрыто, да? Да. Дануктаж у нас работает один день по субботам. Вдруг кто-то спланирует. Мы же в расчете на то, что многие из нас путешествуют сегодня самостоятельно. Но это не значит, что нет возможности обойти его со стороны, посмотреть, и даже еще и залететь с дрона и посмотреть, что там внутри. Дануктаж по размеру у нас даже превосходит, если смотреть вот до его крайних конечностей, вот там даже несколько еще объектов. Большой храм Баальбека, а Баальбек считается крупнейшим античным храмом, античным сооружением на грандиозной платформе. Вот эта платформа как раз. Что это за платформа? Она причем у нас перевернутая ступенчатая пирамида, если бы или Мастаба в Египте говорят, Мастабы это такие усеченные пирамиды, вот если мы перевернем их, перевернули бы вот это огромное сооружение, никакого бетона дополнительно тут не подливалось, его никто не реставрировал. Вот эта выдающаяся сохранность у него среди домов обеспечена как раз качеством природным. Ну удивительно на самом деле. Смотри. Нет, 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 это не вход. То есть у нас есть с одной стороны некоторые закрепленные блоки, вот сказать, что в Данукташе все из битого камня нет. У нас есть какие-то крупные блоки, вот видно, что их закрепляли. А дальше у нас прям четко видно, как заливалось вот так вот ярусами, секциями, линиями заливка проходила. Удивительно. Убитый камень грандиозный. Мэраба. По материалу тоже спорят, что это за раствор. Если бы мы относили это к римскому раствору, ну который считается на основе пепла вулканического, то у нас бы была совершенно иная структура. А правда кто-то что-то вот ходит. Да. Кто-то что-то делает. Он, как он сюда попал? Мэраба. Опан. Говорит, что, говорит, что сейчас закрыто. Как ты сюда попал? Да я не знаю, как он попадал. Where are you from? From Russia. 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 А-а-а-а-а. Да нет, на самом деле храм открывается. Я называю храм, потому что его принято называть Дэн-Октаж храмом. он открывается давай с этой стороны обойдем сейчас мы попробуем перевести пардон я знаю я знаю что открыть субботу да да объясняет объясняет как и серии как сюда залез ну пойдемте посмотрим паш к сожалению не состоялся розыгрыш задумано было что тебя должны были повалить на пол до повязать а потом уже знаешь по и чаем кормить пахловой но это уже было потом сначала завязать глаза и так далее но хотим отметить что да слишком доброжелательные и спокойные документы не проверила и к нам не приехала приехала за мужчиной который там внутри оказался каким-то да он говорит я не знаю упал очнулся да нукташ вот как прям как в кино вот вообще да еще один патруль его сейчас спасать будут вытаскивать а вообще у нас сосчитам так шумно и там так интересные на него рога а это жена а он горит я от жены прятался все я сейчас переведу я горит пошел на заработок а получилось и совсем иначе сказал жене что пошел на заработок чем пошли на рыбалку но где-то заблудился свернул не туда оказался внутри до нукташа паш ну вот давай смотреть у нас есть внутри мы видим ну что мы видим мы видим характерные признаки бетонной заливки как современности сейчас называется забутовка большими фрагментами камней соответственно что это было на каком растворе это сидит конечно это проводить нужно уже анализы смотреть основной периметр до нукташа это большой прямоугольник вот здесь он 130 метров на 80 ну в общем уточнить нужно размеры я немножко всегда забываю еще лучше перепроверять плюс ко всему точные размеры сложно сказать во первых потому что он построен у нас ступенчато перевернутой ступенчатой вот такой вот форму поэтому смотря по какому периметру смотреть по верхнему или по нижнему мы не знаем насколько он уходит в глубину внутри произведены раскопки это по форме огромный прямоугольник я знаю что толщина этих стен сейчас вот это вот у нас восемь с половиной девять метров вот в части в откопанной с наружной стороны а ширина будет у них то есть толщина этих стен соответственно 6 метров рядышком идет точно такая же непонятно какая вот это просто целая заливка это по у нас форма огромный прямого параллелепипед когда-то был точно такой же соответствующий по длине основному контуру основному периметру до нукташа ширину мы обязательно его измерим но вот эти 6 метров ширины его считается что они совпадают с основной шириной до нукташа дальше не закончена дальше у нас идет некто сооружение тоже предельно интересное с одной стороны но очень четко сохранила перевернутую ступенчатую форму мы видим некоторые лесенки вот такая вот лесенка которая идет в обратную сторону очень четко сохранилась потому что вот это все было засыпано до какого уровня глубины у нас доходит мы тоже не знаем цель этого сооружения и дальше если посмотреть сбоку или увидеть например сверху с дрона то у нас идет сплошной склон то есть вот эта масса просто под как будто бы она текла и сливалась и этот склон у нас уходит далеко за этот дом к сожалению объект невероятно интересный но не не оснащенный вот такими не откопанный хотя бы прошурфировать насколько он идет до конца не ясно не определены его внутрь вход как бы есть но это вход пробитие изначального входа мы вообще не знаем что это было сооружение внутри него находятся два больших куба они тоже масштабные размером в дом в несколько этажей мы это увидим рядом точно так же откуда-то отколовшийся вот павел стоит вот размер очень хорошо понятен откуда-то отколовшийся кусок даже не один этот кусок откололся он же очевидно что откуда-то свалился значит вероятнее всего сооружение у нас было все-таки выше и считается что это только фундамент мы можем сравнить аналогичную постройку это у нас большой храм бальбека это у нас дидимайон крупнейший мраморный храм античности или крупнейший античный храм большой храм бальбека то есть мы имеем некую некую систему огромных каких-то комплексов но в бальбеке например у нас такая платформа собрана из мегалитов в дидимайоне до конца неизвестно потому что не проведены раскопки а в данукташе вообще под вопросом что это было изначально здесь нет колонн здесь нет облицовки здесь мало что найдено хотя следы облицовки здесь были у нас давай паш подробности вот мы видим расколотый кусок это получается не внешняя внутренняя часть где происходила сама заливка то есть и какие говорил ранее мы здесь видим всякую крупную мелкую фракцию то есть они взяли гравий речная галька различные камушки вот на какой раствор это они садили конечно это большой большая загадка большой секрет ну до сегодняшних дней это дожило и очень крепкая то есть невозможно ничего с ним сделать она не откалывается например вот крепенькая вся не рассыпается огромные-огромные куски так что идем дальше исследовать смотреть вас можно сказать что добавляли природные материалы для экономии материал или для скреплений чем это без обусловлено обусловлено тем что это экономия в современных заливках используют то же самое соответственно если кто-то дома заливал фундамент всегда мы находим какие-то камни булыжники забутовываем полностью опалубку которую мы это заливаем для экономии раствора ну и создавание объема соответственно современная промышленность которой сейчас заливаются многолитные этажки такое не используют потому что это не по технологиям современного мира нестандартно но как мы видим в древности это ничему не мешало совершенно все крепко держится все отлично но идем дальше мы с павлом поднимаемся в донукташи по засыпал он уж это уже откоп но вы видите многие метры здесь здесь уже высота ну вот раскопки проходили очень небольшие то есть максимум что было сделано это немного прикопали кое-где буквально кое-где и вот я сейчас даже буду дальше спускаться ответе и мусор к сожалению здесь и малоприятные всякие элементы но никуда не деться паш как решаться решать вопрос армирования у таких вообще громоздких сооружений вот как ты считаешь сейчас что мы видим здесь прослеживаются слои то есть у нас первый слой второй слой ну то то же самое что мы используем в современные заливки мы ставим опалубку сейчас мы кстати замеряем вот это вот расстояние если она плюс-минус сойдется сейчас то это будет стопроцентная теория того что заливали ярусами потому что монолит залить опалубка 7 с двух сторон прикрепим она не выдержит ее раздавить примерно 60 здесь будет 60 60 60 ну там плюс-минус может погрешность будет пару сантиметров не критично но мы прослеживаем факт тот что заливались они ярусами но это обеспечивает если бы заливать целиком почему еще нельзя потому что она может растрескаться когда будет застывать ряд застыл залили следующий да то есть вот наша технология ничем не отличается заливки бетонирование единственное что мы используем армирование металлической в основном да если мы берем уже профессиональное строительство да там идет определенной технологии если мы опять же спускаемся бытовой заливки предусадебная участка там какой-то летней кухни либо под забор заливаем соответственно фундамент но если мы сейчас будем говорить об этом то все то же самое если вы сейчас придете себе на участок то живет современном частном доме все таки заливают есть впечатление что вот эта керамика присмотрись пожалуйста вот внутри она ее обжигали внутри обычно остается такой вот характерный след когда не очень качественно обжигает а сверху вот из противоположные толщина да то есть заливка у нас могла быть и по сути осуществлялась из любого подручного материала более-менее плотного в том числе и керамики да объективно в том числе и керамика бывшая какая-то посуда или еще какие-то элементы вот керамический элемент вот керамической вот тонкий керамической высшему встретим керамические элементы конечно любой стройматериал любой бросовый материал который более-менее крепкий годился в дело мы поднимемся более техничным способом, не залезая никуда. Мы дождемся еще и субботы и сами посетим его в другой раз. А так можно увидеть благосовременные средства как дрон. Да. Прям сильно интересно. Прясняют. Пока все горячо. Пока горячо. Да не, долго. Я думаю, лучше спокойно субботы и походить здесь основательно. Ну пошли и попробуем. Прикольнемся. Это же интрига же. Возвращаемся. Для чего вообще такую толщину создавать? Это же даже не крепость, крепостные стены, которые там от осадных орудий пробивают. Мы еще внутрь не заглядывали, не смотрели, но по внешнему признаку видно, что это какой-то либо военный объект, либо стратегический объект. Укрепление такой толщины вообще бессмысленно, я думаю. Так что будем все смотреть. Самое главное, сейчас мы доберемся, зайдем внутрь, либо залетим внутрь, там уже будет более чуть-чуть понятнее. Крупнейшие объекты, которые не могут объяснить, относят к ритуальным. Это априори. Любое действие, любой предмет, который не похож, допустим, на посуду, на тарелку, или на лопату, или на кирку, или на что-нибудь, чтобы можно использовать в быту, сразу априори, и какой-то элемент сразу априори объявляется, или какое-то действие учеными-историками объявляется, как исключительно ритуальный, носящий ритуальный характер. Давайте здесь замерим. 60 сантиметров есть у нас. Да, вот давай проверим. 60 сантиметров. Чуть меньше. Не-не-не-не-не. Ты же должен здесь вот смотреть. Ну, вот выше давай поднимемся и посмотреть. Вот так вот, вот отсюда. Ну, вот вине вот идет. Вот прослеживается. Нет, ну тут прослеживается. Посмотри. В втором прослеживается. 60, 60, 60, все. То есть у нас опалубка 60. Одна опалубка, которая эксплуатировалась многое количество раз, что логично. Там, может быть, где-то больше с погрешностью была. Материал тоже любой испытывается. Внизу, в нижней части есть большие такие мегалитичные отдельные блоки, причем они видно, что как будто бы обработаны. Смысл было срезать вот так вот их. Попадемте. Ну, мы не знаем. Посмотрим. Посмотрим вход. Вот, возможно, нам получится туда попасть. Заглянуть. Заглянуть. Ну, так иначе мы туда заглянем, либо сверху, либо... Ну, это не церковь, это не мечеть, это не какая-либо там... Ну, не античный храм, конечно. Не античный храм. Соответственно, это сооружение что-то представляло очень серьезное значение для того времени, потому что невероятная толщина. Да, вообще. Невероятные размеры данного сооружения. Ну, вот, калитка открыта. И я думаю, нас туда не запустят, потому что в выходные дни улицы собираются. Ну, и опять пришли. Что такая перевернутая форма вообще может означать у нас? Надо смотреть с высоты птичьего полета уже. И понимать, да, все закрывают у нас. Да, закрывают уже ворота. Сегодня, к сожалению, мы туда не попадем. Ну, посмотрим потом спокойненько. Да? Ну, все, пока. Да. Ну, вот. Супер. Супер. Несмотря на то, что сюда заходить нельзя и здесь все закрыто, но мы очень удачно, благодаря нашим друзьям из полиции. Да, они попросили нас даже не снимать. Здесь они вытаскивали какого-то человека, который тут случайно попал. Пойдемте, пройдем. Хоть пять минут нам выделили благодаря этому. Вот у нас виден очень четко засып и очень четко видны еще продолжающиеся стены. Туда они уходят очень глубоко. Ира сейчас нам, наверное, покажет. Внутри точно такая же бетонная заливка, Паш, мы встречаем ее. Многие метры, насколько они продолжаются, мы не знаем. Вот у нас стоит два противоположных куба. Здесь куб. Посмотри, насколько он у нас большой, откопанный. И с противоположной стороны тоже у нас идет куб. Вот это вот по периметру проходит. Что это за куб? Куб у нас стоит на основаниях блоков, реально таких мегалитических блоков. Вот она, значительная мегалитика. Там внутри... Это уже пробивали. Современники, скорее всего, уже... Да. Но я сейчас посмотрю все равно. Ух ты! Там внутри... Сейчас я очень быстро, если... Пока нас не погнали, достану фонарик. Ира, надо подснять. Ира, там внутри у нас идет шахта. Она у нас так... Она у нас такая пробитая на несколько метров глубиной. Вероятнее всего, это просто пытались копать. Я очень сомневаюсь. Хотя это похоже на воздуховод. Очень малокачественный. Посмотри. Она дальше заброшена и закрыта. Вот такое вот у нас. Вот там вот глубину уходит. Ну, это круглая шахта. Мы даже не знаем, что она такое. Ну, очень интересно. Чудеса случаются, если... Чудеса случаются, если верить в них. А мы пойдем еще к противоположному. Считает... Нам официально говорят, что это... Два ассирийских правителя, которые были похоронены, два брата. Они враждовали между собой. И как бы их... Вот эти два куба символизируют два их гробницы. Вражду напротив друг друга стоящие. Но по факту... Да, но по факту мы будем... Ира, может быть, ты останешься здесь, чтобы ты вообще... А, вот заливку, да? Чтобы дальше потом масштаб нам еще показать. Да, масштаб мы обязательно показать. Паш, ну тут заливка. Это огромные территории, вообще площади. Здесь, я не знаю, сколько это тонн. Посмотрите, выровненные какие-то формы. Ну что, техническое все-таки вот это все какое-то такое. Ну, это все техническое сооружение. Не будем говорить космодром. Да, да, да. Но... Полностью было засыпано, Ирин. Если вот тот вот край покажешь. Полностью было засыпано. Потому он уцелел. Потому что покрытие... Ну, сколько метров еще не откопано, мы даже не знаем. И мы здесь уже сколько засыпано. С противоположной стороны вот эта стена очень необычная. Она идет у нас... По сути, это трапеция. Здесь нам представлена вот такая. С противоположной стороны такая же трапеция. Там вот у нас рисуется. Только она подразрушена. Тоже огромнейшая трапеция. Я предлагаю нам вот так вот быстренько спуститься. Чтобы люди увидели... Аира нас поснимает сверху. Чтобы мы увидели реальный вообще масштаб. Да я-то нормально. Ира, ты попробуй вот наоборот вот оттуда нас снять. Чтобы мы выделили этот огромный объем. Так, здесь у нас плиты. Очевидно, мы сразу видим с тобой плиты наверху. Вот такой... Паш, ну что скажешь? Несколько слов, пока нас еще отсюда не погнали. Ну что, мы пребываем в таком шоке. Соответственно, комплекс огромный. Говорится о том, что он залитый. Залитый бетоном. Полностью. Полностью бетоном. Мы уже видели характерные следы ярусности заливки. Под нами полностью плиты. Залитые плиты прям хорошо к себе подогнаны. Сейчас мы чуть попозже сюда спустимся и снимем. Вот здесь, в Данукташе, я еще хочу и сразу, раз близехонько нахожусь, сам снять. Мы видим во внутренней его части, с одной стороны, это у нас Данукташе, вот этот корпус. А с другой стороны, у нас достаточно качественная мраморная облицовка. Единственное, что она вообще вся перебита. Вот эта вот облицовка у нас вообще не уцелела никаким образом. Она разрушена, в ней видны какие-то сегменты, скрепляющие сегменты. Большая мегалитика. На чем эта мегалитика вообще держится, мы не знаем. Вот у нас Паша на фоне Данукташе. Звучит почти что в рифму, Павел. Да. Огромнейшее сооружение. Это только маленький куб внутри. А само сооружение напротив, такой же куб точно у Ирины. И само сооружение полностью созданное из материала бетона. Кем, когда, как. Сплошные загадки. Мы вообще ничего не знаем. С положенной стороны мы его обходим. Он неоткопанный. Кто сомневается, что эта заливка пусть идет лесом. Потому что, ну знаешь, не верят упорно люди. Даже не понимают, что есть следы, есть линии. Есть, показываешь всю фактуру. Все равно твердят про какой-то ракушечник. Про какой-то там известняки, про породу, которая вообще близко, несоотносима к тому, что мы видим в этом огромном комплексе. А это комплекс, напомню, превышающий Баальбек. По размерам большой храм Баальбека. Превышающий Дидимайон. Самый большой мраморный храм античности здесь находящийся. И в нем вообще никаких надписей. Ну и не могло уцелеть никаких надписей. Мы понимаем объективно. Сейчас посмотрим сверху. Угу. И всего это фактическое сооружение. Сверху будет более детально сейчас видно. Угу. И все будет понятно, что для чего идет. Потому что симметрично расположен весь комплекс. У нас два залитых огромных мегалита, как говорится, искусственных. Блога. Куба, куба. Куб, да. Куб. Для чего он был создан? Потому что внутри никаких проходов нет. Ну давайте пройдем еще с той стороны посмотрим. Давай обойдем. Да, проходов никаких нету. Соответственно, для укрепления чего-либо. А плитцовка какая-то такая есть? Уже сняли их. Да, их вы снимали. Они давно отвалились. Время это не римское. Ну то есть все понятно. Вот сейчас мы сверху увидим, что там еще внутри. И поймем, как устроено. Вот очень четко, посмотри внимательно. Видна слоями заливка. Либо это упало, либо оно так и заливалось. Я думаю, это трапеция, которая заливалась. Просто почему-то это заливалось вот так вот слоями. Либо они были залиты. Вот потому что там с той стороны такая же трапеция у нас есть. Вот это вообще форма у нас идет с той и с другой стороны. Это все полностью было накрыто. И судя по всему, все было засыпано. Засыпано было все, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok